МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но сначала короткий взгляд назад, как все начиналось в феврале этого года. 2 февраля в Новоогорёво Владимир Путин объявляет, временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначается Алексей Дюмин. Президент отмечает регион, где предстоит работать, сложный. Выбор моей кандидатуры – это огромное доверие президента. Хотел бы заверить вас, что приложу все силы, чтобы его оправдать. Алексей Дюмин после вступления в должность обозначает главные болевые точки – состояние дорог и жилого фонда в регионе, задолженность по зарплате здравоохранения. Каждую встречу с членами правительства начинает не с привычного доклада, а с обращения конкретного человека из конкретного населенного пункта. Затем адресует эту жалобу тому, кто отвечает за ту или иную сферу. Такую схему работы вводит уже спустя две недели после назначения. С проблемами разбирается на местах, в районах. Понятно, что вопросов очень много. Здесь волшебников нет. Мы должны все эту дорогу понимать. Но есть какие-то трепещущие вопросы, которые надо немедленно на них обратить внимание. Первая рабочая поездка Алексея Дюмина в Тепло-Огаревский район. Люди просят помочь с ремонтом крыши средней школы, сельских дорог, газифицировать дома, а в спортзал поставить новое оборудование. Временно исполняющий обязанности губернатора, готов сам ввести переговоры с руководством газовой компании, обещает содействие в финансировании ремонта местной школы и центральной котельной. А в спортзал уже через несколько недель привозят тренажеры. Поручения, данные по всем вопросам, за их выполнением следят профильные чиновники. Не обещать невозможного, не говорить пустые слова. Только конкретные действия. Алексей Дюмин повторяет это своей команде, объясняет позицию и законодательной власти. Нужны конкретные, продуманные решения, а не пустая болтовня. Также важно не количество, а качество. Главное пожелание Дюмина на встрече с тульскими депутатами по поводу будущей совместной работы. Ведь задача у всех одна – повысить уровень жизни населения Тульской области. Алексей Геннадьевич, мы сейчас смотрели кадры, которые уже стали историей. Это ваше представление в должности временно исполняющего обязанности, ваше встрече с депутатами Тульской областной думы, ваше поездки по районам. Вот за это время вы сами изменились? Ну, изменился ли я, мне судить сложно, но жизнь моя, конечно, изменилась. Очень много поездок, очень много встреч по долгу своей службы. Я вам хочу сказать, что множество задач и много решений вопросов, которые надо делать немедленно, которые назрели, которые возникают сиюминутно. Это у кого-то крыша потекла, на которую тоже надо обратить внимание. И тоже, поверьте, как исполняющим обязанности губернатора, иногда приходится в ручном режиме решать этот вопрос по обращению жителей. Это задолженности по заработной плате на предприятиях, которые тоже нужно обратить внимание. Это тоже очень серьезный показатель для региона в целом. Это вещи, которые связаны с заказами на крупных предприятиях, которые имеют свою многовековую традицию. Это полно вопросов, на которые система должна работать. Я думаю, мы к этому придем. На сегодняшний день намного эффективнее управление и решение по тем или иным задачам в ручном режиме по непосредственным контролям исполняющего губернатора. Это понимает и команда, это понимаю я. И за эту эффективность мы боремся. Алексей Геннадьевич, за минувшие 100 дней вы побывали более чем в половинах районах области. И у вас сложилось ли такое целостное впечатление в целом о регионе? Как вы видите дальнейшего развития и какой потенциал? Я хочу сказать, что вы сами прекрасно понимаете, в каком регионе мы живем. Здесь сумасшедший потенциал. В первую очередь, это человеческий. Ну и, конечно, это промышленный, хозяйственный, духовный, если хотите. Это огромный пласт культуры, который подпитывает нас. Я думаю, всех нас изряжает этот культурный пласт, который дает нам определенный толчок на те вещи, на благие дела, которые мы должны делать на благо развития Тульской области. И мы будем работать по этому направлению. Точками роста должна стать оборонная промышленность, образование. Ну, все эти вещи прописаны и заложены в программу развития Тульского региона в 2016-2021 год, которые будут изложены подробно. 23 марта вы сказали о необходимости создания программы развития Тульской области до 2021 года. Как пришла идея создания этой программы? Зачем она нужна? Идея возникла потому, что работать без цели и плана все равно, что плыть без руля и паруса. Или, как говорят военные, хорошая стратегия – это уже половина победы. Тем более, что в стране непростая экономическая ситуация, да и не только в России, она и во всем мире прослеживается. План позволяет не только угадывать будущего, а строить его. И главная цель, как я уже говорил, это повышение качества жизни наших граждан. Ну, если сказать по-простому, то это, скажем, такой вопрос, чтобы жители чувствовали себя защищенными, имели все возможности для достойной жизни. С самого рождения и до старости. Чтобы ребенка можно было и в сад устроить, чтобы школа была рядом, а не в соседнем районе. Чтобы в институт можно было пойти и поступить не только в Москве и в Питере, но и на родной земле. И чтобы это было важно, престижно. Ну, а после выпуска твердо знать, куда пойдешь работать, на что будешь жить, на что кормить семью, как будешь поднимать детей, заботиться о своих стариках. Программа должна дать все на эти и другие вопросы и ответы. Вы не раз делали акцент на том, что итоговый вариант программы будет реализован только с учетом идей и мнений туляков. Последние полтора месяца проходило активное обсуждение на заседании экспертных групп, и я предлагаю посмотреть, как это было. Как изменится Тульская область в ближайшие годы, определит программа социально-экономического развития региона. Работа над ней началась 23 марта. Итогом должен стать конкретный план с задачами, сроками и ответственными лицами. Основная цель документа – повышение качества жизни туляков. Разработка такой стратегии сама по себе очень сильно выдвинет Тульскую область вперед. То есть Тула будет одним из локомотивов, и другие регионы тоже смогут здесь чему-то поучиться. В программе обозначены семь основных направлений развития региона. С проектом документа может ознакомиться каждый на сайте 71.тулорегион.ру и поделиться своим видением будущего области. Отправить предложение простым нажатием кнопки. Что и сделал туляк Михаил Куданов. Считает старинные деревянные дома, которыми богат исторический центр города, нужно сохранить и организовать пешеходные туристические маршруты. Весь вот этот исторический центр Всехсиадского кладбища, ограниченный проспектом Ленина и улицей Каминского, он очень красивый. У нас прекрасная возможность есть туристическую Тулу, именно историческую Тулу вот здесь сделать. Над программой работают 15 экспертных групп. В их составе специалисты из разных сфер, представители общественности. На первом этапе в ходе открытых дискуссий сформулировали основные задачи. На втором экспертные группы работали на предприятиях. Обсуждать развитие сельского хозяйства выезжали в поля. Например, в одной из самых крупных картофелеводческих хозяйств региона Максим Горький в Чернском районе. Проблемы у всех сельхозпроизводителей одинаковые. Повышение качества продукции и ее реализация. Аграрии соглашаются в одиночку, многие вопросы не решить, нужно объединяться. Кооперация нужна для того, чтобы помочь, помочь сборе этой продукции, помочь ее привести в товарный вид. Само по себе ничего не бывает. Более 30 заседаний, десятки предложений. Это промежуточный итог работы экспертных групп над программой социально-экономического развития региона. Когда власть выходит к людям и открыто с ними разговаривает, спрашивая, давайте вместе что-то сделаем, это очень здорово. Самое главное, что все эти предложения, которые сегодня были озвучены и, надеюсь, будут воплощены в жизнь, не были формализированы, а имели конкретные, продуктивные и, самое главное, конечные цели. Самые интересные идеи обсудили на заседании экспертного совета. За столом не только руководители профильных групп, приглашены и простые жители, те, кто прислал свои предложения. Их на портал 71.тул.регион.ру уже поступило более 300. Работа над программой социально-экономического развития области продолжается. Алексей Геннадьевич, какие же следующие шаги в разработке программы развития? Ну, Антон, 27 апреля мы провели первое заседание экспертного совета, который сейчас работает над этим стратегическим документом. По его итогам я дал поручение провести обсуждение программы во всех муниципалитетах области, чтобы каждый район и каждое образование увидели в ней себя и свое будущее. В программу должны обязательно войти предложения от жителей каждого города и района. До конца мая подготовить проект программы и к нему конкретный план действий с ясными задачами, сроками, ответственными за их исполнение. Привести определенный анализ и оценку предложения наших экспертов с точки зрения, самое главное, финансового и экономического обоснования. Также подготовить проект инвестиционной стратегии региона. Ну, одними словами, в общем, главное сказать и понять, сколько средств нужно для реализации предложения и на что они будут направлены, и откуда будем привлекать. И эти предложения мы собираем от жителей области. С авторами лучших идей я планирую встретиться лично. В июне проект программы мы представим широкой общественности. Пока идет все по плану. Надеюсь, так и будет. Вы представили программу 23 марта. Тогда прошло 50 дней с момента вашего вступления в должность. 11 мая ровно 100 дней, как вы, временно исполняющий обязанности губернатора. Какие решения, принятые за это время, вы считаете самыми важными? Сегодня я могу сказать не только о решениях, но и о важных событиях, которые произошли за эти три месяца. Одно из самых значимых. 6 мая мы вместе с министром обороны Сергеем Кожегедовичем Шойгу заложили первый камень в основании Тульского Суворовского училища. Строительство пройдет в несколько этапов. Первый. Министерство обороны планирует завершить к началу учебного года. Будут возведены учебный корпус, столовый, медицинский корпус, два общежития на 160 курсантов, физкультурно-оздоровительный комплекс. Пройдет первый набор курсантов уже в сентябре. Важно, что образование, которое получат ребят в таких учебных заведениях, на порядок выше по уровню, чем других. Я считаю, что возрождение Суворовского училища – это историческое событие для Тулы. Алексей Геннадьевич, сейчас май. Суворовское училище примет первых ребят 1 сентября. Насколько вообще это реально за 4 месяца построить такой комплекс? Вы знаете, ну, с учетом моего мощнейшего ведомства Министерства обороны и, значит, зная, кто сейчас руководит этим ведомством, я вам хочу сказать, что невыполнимых задач нет. В Крыму Севастопольское училище, такого же порядка, только инфраструктура чуть побольше, было построено за 150 дней. Представляете? Было дано обещание за 150 дней, и за 150 дней было построено училище. Их курсанты год назад уже пошли в учебные классы, и начались образовательные процессы. То есть это реальный проект, и 1 сентября все заработали? Абсолютно. Я так думаю и надеюсь. И учебные кадры, они будут со всей России собираться в Суворовское училище? Да, естественно, это программа общероссийская. Естественно, мы хотели бы видеть, чтобы у нас были какие-то приоритеты при поступлении, но таких приоритетов нет и не будет. И наши ребята будут на общих основаниях поступать. Но у нас на руках все возможности. Родные стены и дома помогают. А где взять педагогический состав? Это будет осуществлять набор Министерства обороны по специальному конкурсной программе. Алексей Геннадьевич, строительство Суворовского училища, а также большинство пунктов в программе развития требуют серьезных финансовых средств. И отсюда следует, что приоритет, наверное, все-таки на развитии экономики. Вот какие шаги вы видите в укреплении, экономическом укреплении нашего еще все еще пока дационного региона? Ну, вы знаете, давайте начнем с бюджета. Мы добились того, что на сегодняшний день у региона нет коммерческих кредитов. Это важно. Они полностью погашены. Значит, ставки по коммерческим кредитам в десятки раз выше, чем по федеральным займам. У нас были кредиты на сумму 3,5 миллиарда рублей. Да. Мы их погасили. В результате сэкономили 170 миллионов рублей. Теперь эти деньги будут потрачены на социальные программы. А для того, чтобы это произошло, мы добились получения из федерального бюджета двух займов. Первый – это 4,7 миллиарда, второй – 500 миллионов рублей. В марте премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении проектов по созданию индустриальных парков. В число 15 вошел и Тульский парк «Узловая». В тексте указа говорится, что оказание государственной поддержки позволит до 2020 года обеспечить рабочими местами более 50 тысяч россиян и увеличить поступление в бюджеты всех уровней до 67 миллиардов рублей. Но это в масштабах всей страны. А вот технопарк «Узловая» Тульской области что даст? Ну это как раз тот случай, когда мы работаем на перспективу. И быстрого результата ждать не стоит. Государство распределяет субсидии на создание индустриальных парков. За три года нам будет возмещено почти 700 миллионов рублей. Что это за деньги? Чтобы мы подвели электричество, построили дороги, железнодорожные пути. Короче, создали условия для резидентов. Для тех, кто придет и будет строить в «Узловой» свое производство. Наш парк может разместить до 40 резидентов. Кроме того, в «Узловой» мы добились создания особой экономической зоны. Постановление об этом уже подписано, вы это знаете. А это дополнительные льготы, налоговые и таможенные. То есть мы создали условия, при которых к нам выгодно прийти, инвестировать деньги в создание производства. Что мы получим взамен? Предприятия, которые будут созданы «Узловой», станут платить налоги в наш бюджет. Мы предполагаем, что сумма может доходить до 8 миллиардов. На предприятия придут работать «Улики». Прогноз создания до 3000 рабочих мест. И, конечно, это инвестиции в экономику региона. До 17 миллиардов. Еще раз подчеркиваю, это перспектива. Для того, чтобы добиться результатов, надо много и эффективно работать. Но первый шаг мы уже сделали. Все постановления подписаны. Алексей Геннадьевич, да, действительно, «Улики» в последнее время очень часто и активно говорят о «Узлове», в частности, наверное, о строящемся там крупном автозаводе. Но неужели на нем все только и остановится? Ждать ли нам новых крупных инвестпроектов с большим именем? Мы начали большую и серьезную работу по подготовке крупных инвестиционных соглашений с рядом компаний. В их числе государственные корпорации «Роснефть» и «Ростех». И частные компании тоже. Важно понимать, что привлечение стратегического инвестора – это процесс сложный достаточно и долгий. Заранее говорить об этом не стоит. Но, думаю, первые итоги этой работы я озвучу уже после первого питерского экономического форума. Он состоится в середине июня, и делегация Турского региона примет в нем участие. А в каком направлении будет проходить сотрудничество с госкорпорациями? Вы, например, упомянули «Ростех». Мы договорились о стратегическом партнерстве с «Ростехом». «Ростех» вместе с агентством стратегических инициатив и союзом WorldSkills России подготовил проект нового образовательного пространства в центре Тулли на базе завода «Октава». Уже летом этого года на площадке высшей школы пойдет корпоративный чемпионат WorldSkills и, надеюсь, станет ежегодным. В чем плюс для Таляков? Наши ребята, учащиеся в колледже, смогут не только соревноваться, но и обмениваться опытом с командами «Ростеха», которые приедут из самых разных регионов. Это, в принципе, хорошая практика. Новые подходы, повышение квалификации, обмен опытом. Алексей Геннадьевич, сейчас предлагаю поговорить об облике областной столицы, о том, как выглядит наше Туло. Есть, конечно, чем гордиться. Это прекрасный Кремль, благоустроенный парк, но очень много таких неблагоустроенных моментов. Вот вы уже упомянули завод «Октава», достаточно обширная территория. Насколько я знаю, не полностью используется и выглядит явно непрезентабельно. Есть уже какое-то решение? Конечно, конечно, есть. Исторический центр Туло очень красивый. Его надо развивать, реставрировать, придавать новый смысл. Поэтому еще один проект, который может быть реализован в этом здании, это детский парк «Кванториум». Напомню, что этот проект один из первых, о котором мы договорились в рамках стратегического партнерства с агентством стратегических инициатив. В технопарке смогут получить дополнительное образование школьники, которые показали отличные результаты в области химии, математики, физики. Не только из Тула, но и со всего региона. Средства на создание «Кванториума» будут выделены в том числе Министерством образования России. Они направлены на закупку оборудования, самых современных станков, 3D-принтеров, которые будут использованы в процессе образования. Кроме образовательного пространства, хотелось бы наполнить здания и другими интересными проектами. Но это пока еще в будущем. Но внешне будет красиво? Я думаю, да. Одним из первых, что вы посетили, была детская областная клиническая больница. Тогда вы сказали, что поддержите строительство двух новых корпусов. Есть ли новости по этому проекту? По-другому я сказать не мог. В настоящее время мы работаем над тем, чтобы включить строительство этих объектов в федеральную адресную инвестиционную программу России на 2017 год. Часть согласования уже получена. Об окончательном решении говорить будем ближе к осени. Но мы все делаем для этого. Алексей Геннадьевич, от здоровья к демографии одна из главных особенностей нашего региона, то, что треть населения – это люди пенсионного или предпенсионного возраста. Вот какое внимание вы будете уделять людям старшего поколения? Я, во-первых, благодарен и важно, что областная дума поддержала мою инициативу и приняла несколько социально значимых законопроектов. Они связаны с заботой о старшем поколении. С 1 июня этого года одиноко неработающие люди, достигшие возраста 70 лет, получат компенсацию расходов на капитальный ремонт в размере 50%. Те, кому 80 лет, в размере 100%. С 1 мая жители области старше 75 лет могут покупать билеты на электричку за полцены. Это 50% льгота на проезд в областных электричках закреплена законодательно. Мы решили вопрос по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Все, кто должен был улучшить жилищные условия, получили субсидию или соответствующие гарантированные письма. Из федерального бюджета нам выделили деньги на обеспечение 63 ветеранов, а у нас их 80. Поэтому мы приняли соответствующий закон, который позволит в текущем году улучшить жилищные условия всех ветеранов. Алексей Геннадьевич, я снова вернусь к теме ваших поездок по районам в Новомосковске. Вы пообещали построить футбольное поле. Не просто футбольное поле, будет современное футбольное поле с искусственным покрытием, с подогревом и еще с рядом спортивной инфраструктурой, которая будет вокруг этого футбольного поля. Я думаю, в скором времени вы увидите. В День города будет открытие этого футбольного поля. То есть к вам может теперь любой подойти и сказать, Алексей Геннадьевич, а можно нам тоже футбольное поле? У нас его нет. Ну, программа по развитию спорта в области, она работает, она идет. У нас на сегодняшний день в списках приоритетных мы находим возможности не только по федеральной программе, не только по тем деньгам, которые по региональному бюджету. Мы находим возможности привлечения спонсорских денег на постройку стадионов, на постройку ФОКов. Вот недавно вы знаете, что по программе «Газпром детям» было открыто очень современное здание ФОК, физкультурно-оздоровительный. Значит, в планах «Газпром детям» открытие ледового дворца, очень серьезного такого сооружения в городе Туле. Планируем открытие мини-стадионов, различных плоскостных сооружений. Программа эта работает, программа эта идет. Ну, естественно, мы обращаем на пристальное внимание на те удаленные уголки, где спортивная, скажем так, инфраструктура не развита. И там мы будем задействовать дополнительный ресурс для постройки тех и иных сооружений. Алексей Геннадьевич, ну, просит же не только о стадионах, но и на многие другие темы. Вот когда вы посещаете районы, к вам достаточно много людей подходят и просят решить как мелкие какие-то проблемы, так и более обширную тематику. Вот как удается их решать? Вот откуда взять средства? Ведь бюджет-то не резиновый. Ну, вы знаете, по моей инициативе был создан фонд развития Тульского региона «Перспектива». Фонд уже практически начал свою работу. Значит, это учредителем его являются три общественные организации. Значит, это деньги внебюджетные, это деньги людей, которым не безразлична судьба Тулы и Тульской области. Меценаты. Это спонсоры, которых мы привлекаем, активно ищем, и которые понимают, что развитие Тульской области, что значимость Тульской области, она очень достаточно важна не только для нас с вами, для жителей Тульской области, но и для страны в целом, потому что те стратегические предприятия, те скопления производства металлургии, химической отрасли, это очень важно и это такой достаточно экономический показатель для страны в целом. А какие-то конкретные дела фонда вы уже можете озвучить? Ну, в принципе, да. По итогам моих рабочих поездок в районе в ходе встреч возникают проблемы, которые мы можем с помощью этого фонда решать точно, адресно и эффективно. Конечно, в принципе, можно пойти и по бюджетной линии, но для этого требуется определенный порядок процедур, который, скажем так, не искусственно, но по нормативным, по всем нормативам растянет решение этих проблем. Ну, я могу перечислить, например, у меня специально здесь выписаны такие примеры, как это ремонт крыши в Тепло-Огаревской средней школе, которая находится в плачевном состоянии, ремонт крыши в Надеждинской школе Дубинского района, приобретение микроавтобуса для учеников Воскресенской школы в Дубинском районе, реставрация Дома культуры в селе Мишинское, Белевское районное, ну и другие дела, которые, в принципе, в перечень здесь не вошли, но фонд по ним уже работает, и, я думаю, первые результаты уже появятся в течение этого месяца. Алексей Геннадьевич, ваши 100 дней были отмечены достаточно резонансными событиями. Вспомним ситуацию в поселке Плеханово. Как сейчас обстоят дела с незаконными цыганскими домами? Та ситуация, которая происходит в поселке Плеханово, она очевидна. Все будет идти по закону. 20-го числа истек срок добровольного сноса построек с жителями, которые незаконно там построили. Сейчас руководство города сделал дорожную карту по решению этого вопроса. Глава города этот вопрос контролирует, я держу тоже на контроле. Самое главное, все будет идти в рамках закона. Если есть постановление суда о сносе незаконных построек, значит, это будет произведено. Самое главное, я общался с жителями, жители обижаются не на врезки в газ, а на то, что для кого-то закон писан, для кого-то не писан. Кто-то за закон отвечает, а кто-то не отвечает. Кто-то платит за газ и за свет, а кто-то не платит. Алексей Геннадьевич, ну Плеханово это чрезвычайная ситуация, но ведь проблем же хватает и в текущем режиме. Какие самые основные, как вы считаете? Не только я считаю, они налицо. Вы же знаете, что проблемы в России это всегда дураки и дороги. Обращение президента, прямая речь с населением, первый вопрос были дороги. Естественно, те проблемы, которые в нашем регионе, они увязаны с проблемами по регионам и по России в целом. Это образование, это медицина, доступность медицины. Это проблемы ЖКХ и, конечно, наши дороги. Есть проблемы в области задолженности заработной платы по некоторым предприятиям и в связи с экономическими ухудшениями. Есть вопросы к управляющим компаниям, которые недобросовестно выполняют возложенные на них функции. Есть вопросы такие, как по возвращению сельхозземель. Потому что в свое время скупили за 3 копейки, сейчас сидят в Москве или в других городах ни себе, ни людям. Эту проблему тоже достаточно. У нас порядка 30% таких земель, которые находятся не в обороте, которые могли бы приносить определенную прибыль для региона, но они сейчас в кустарниках и в деревьях. То есть проблем хватает, и эти проблемы, ничего нового мы для себя здесь не открываем. Это проблемы, которые наложены на страну в целом. Просто мы должны в своем регионе эти проблемы планово, точечно их решать и выводить на уровень непроблемы, скажем так. Алексей Геннадьевич, чтобы узнать особенности региона, нужно время и помощники. Вы назначили своим советником Владимира Груздева. Это была ваша инициатива, и чем он может вам помочь? Ну, назначил я его это громко. Я ему предложил стать своим советником, на что он согласился, я ему за это благодарен. У нас с Груздевым достаточно деловые, партнерские, дружеские отношения, мы приятели, я этого не скрываю, он этого тоже не скрывает. Вы знаете, он 4,5 года был на посту губернатора, он вникал в определенные проблемы, да не в определенные, а во все проблемы края. Он знает специфик, он знает нюансы, он знает те вещи, которые у него не получались. Он пытался, и у него много положительных моментов, это вы сами прекрасно видите, это отмечено и жителями, и его рейтингом, и теми показателями, которые по области, на центральном федеральном округе, да и по России в целом. Есть чему и поучиться, но есть вещи, которые пробуксовывали. Я бы не хотел наступать на грабли второй раз, естественно, есть какие-то вещи, которые он мне, я у него спрашиваю там совета, и мы вместе принимаем решение, по какому пути нам двигаться дальше, по тем проблемам и вопросам, которые у него не получались. Что касается советника, то я считаю, что он достаточно грамотен и компетентен для того, чтобы принять участие непосредственно в разработке экономической программы развития региона до 2021 года. Есть блок вопросов, которые он освещает, которые, значит, он входит в состав рабочей экспертной группы, где он работает. Я думаю, это нормальное такое партнерство, есть такое понимание, как передача дел. И вот произошла передача дел, которая образовалась в некий такой союз, исполняющий обязательства губернатора и его советника. Я думаю, это нормально и эффективно. А как вы с ним общаетесь? По телефону или встречаетесь лично? В большей степени по телефону. Но и личные встречи тоже бывают. Алексей Геннадьевич, я и мои коллеги отметили, что во время ваших рабочих поездок по предприятиям, по городам, области, вы достаточно открыто, по-простому общаетесь с сотрудниками предприятий, с рабочими, с жителями. Вот без таких барьеров и преград. И в доказательство моих слов я предлагаю посмотреть наш следующий сюжет о ваших встречах с людьми. Вопросы экономии ваши, это вот не интересует ребят, которые каждый день добираются на эту дорогу. Интересует, когда будет дорога? Хорошо, постараемся в этом году сделать. За лето? К сентябрю, да. Сочетуюся. А мы прием проверим. В Щекинском районе жители жалуются Алексею Дюмину на бездорожье. Временно исполняющий обязанности губернатора сразу же ставит задачу перед местными властями оперативно провести ремонтные работы. Даты назначены, поручения даны конкретным лицам, и теперь они несут персональную ответственность за их выполнение. С работой предприятия региона Алексей Дюмин знакомится не в кабинетах, а в цехах. Тулучермет – крупнейший завод по производству чугуна в России. Востребованность продукции этого металлургического предприятия постоянно растет. В прошлом году объемы выпуска увеличили почти на 100%. О современном зале для тренировок воспитанники детской спортшколы Новомосковска мечтали давно. И вот новый физкультурно-здоровительный комплекс под названием «Мечта» открывает свои двери. На первую тренировку приезжает и временно исполняющий обязанности губернатора региона. С ним спортсмены делятся впечатлениями и задают вопрос, как хоккеист хоккеисту, о самом любимом виде спорта. Я тебе хочу сказать тайну, ты никому не говори. В детстве я хотел стать профессиональным хоккеистом, но у меня не получилось, потому что пошел по военным стопам. Но я тебе хочу сказать, что какие-то очень правильные вид спорта. Это мужественные спорты, это очень зрелищные вид спорта, поэтому твой выбор одобряем. Очки виртуальной реальности, пожалуй, единственная возможность немного отвлечься от решения важных задач и заняться спортом в горах, в парке или на берегу океана. Тульские предприниматели разрабатывают и внедряют новые технологии. Вверх, вниз, назад. Можете посмотреть по разным сторонам. Знакомство с тульскими брендами изнутри. В цехах кондитерской фабрики, где выпускают конфеты, зефир, мармелад, знаменитые тульские пряники Алексей Дюмин пробует изготовить сам. Мастер-класс от кондитеров, несколько минут работы и готово. Первый опыт оказался удачным. Первый бренд. Всегда в комнату. А вы не говорите, нет. Сначала сам за рулем вездехода, потом пешком. Палаточный лагерь в четырех километрах от деревни Башкино Белевского района. Поисковики провели разведку с металлоискателем. С участниками вахты памяти Алексей Дюмин выходит на место раскопок. Вместе с останками солдата поднимают патроны для винтовки Мосина, пряжку от ремня и каску. Перед главным российским праздником, Днем Победы, такие памятные находки особенно ценные. Алексей Геннадьевич, вы неоднократно говорили, что у вас был опыт по работе с поисковиками. Как вообще все это начиналось? Да вы знаете, это на самом деле не опыт. В далеком своем детстве мы мальчишками во дворе выезжали тайком от родителей на электрических, брали щупы, брали лопатки небольшие и пытались найти какие-то вещи, реликвии, которые были связаны с теми временами той далекой войны. Это были больше такие приключения. Но мы действительно что-то там пытались, что-то копали, там не было тогда минноискателей никаких, естественно. Это было просто такое хаотичное движение, было больше приключенческого такого что-то. Ну, вот я, кто бы мог подумать, что вот это движение, такие приключения могут наложиться на такие серьезные мероприятия, которыми я стал участником совсем недавно. Мы знаем, что профессия родину защищать еще недавно, это была ваша основная работа. При этом о вас мы знаем очень мало. Основной вид деятельности понятно, это безопасность страны. Все-таки звезда, герой России. За что? Профессия родину защищать, она не осталась в прошлом. Она осталась и по сей день. Моя родина теперь это Тульская область, и я буду продолжать защищать свою родину, но теперь уже в регионе Тульской области. Эта профессия осталась защитой родины своей. Значит, звезда героя, я могу сказать, звезда героя я получил за выполнение специальных заданий и поручений родины в интересах и по защите родины. Алексей Геннадьевич, 5 мая вы присутствовали вместе с министром обороны Сергеем Шойгу на травмном митинге и провожали тело старшего лейтенанта спецназа Александра Пахаренко. История этого парня, который героически погиб в Сирии, достойна, на мой взгляд, быть вписана в учебники. Но все же, с чем был связан ваш визит на подмосковный аэродром Чикаловский? Ну, вы знаете, что определенный этап времени в своей жизни я находился в министерстве обороны. Я командовал таким достаточно элитным, очень серьезным подразделением специального назначения, это сила специальных операций. Я очень горжусь периодом этого времени. Это достаточно очень высококлассные специалисты, очень классные парни, которые готовы в любой момент отдать себя на защиту в интересах своей страны, как в пределах своей родины, так и за рубежом. Они выполняют самые серьезные задачи, и сейчас они находятся, много из них я знаю, находятся на выполнении специальных задач по защите интересов нашей родины. Это очень серьезное подразделение, где я оставил частичку себя, кусочек своего сердца. Я этого парня, скажу, лично не знал, но он был определенное время моим подчиненным. И я командовал этим подразделением, где он проходил эту службу. Это действительно настоящий герой, погиб героически, он спасал, он не только принял огонь на себя, но он еще спас жизнь своих товарищей. Действительно, он заслуживает награды Героя России посмертно. Вечная ему память. Вы уже сказали, что были командиром силы специальных операций России. Как долго? И вы поддерживаете связь с своими боевыми товарищами? Да, конечно, постоянно. Мы практически чуть ли не каждый день созванивались, спрашивали, как у них дела, интересуюсь, как дела в подразделении, которыми я командовал. Там у меня осталось много приятелей, могу сказать, друзей. Это некое такое боевое братство, когда если ты один раз туда попал, то оттуда уже не возвращаешься. Остаешься в этом коллективе, остаешься навсегда. А как долго вы были командиром? Два года. Первый командир? Нет, я был не первый командир. Это подразделение было создано до меня, были другие командиры. Но хочу сказать, что свою такую мощную закалку оно как раз начало приобретать. Так получилось, так сложились карты и обстановка внешнеполитическая, международная, что именно мой приход как раз начался этап серьезного развития и приобретения боевого опыта. Вы принимали участие в рискованных операциях. Уверен, что это закаляет в человеке особого качества. А вот какие качества в человеке цените вы? Качества, вы знаете, я ничего нового вам не скажу. Это порядочность, это надежность. Это если ты говоришь, ты делаешь, не бросаешь слово на ветер. Это такие мужские понятия, мужской дружбы, когда ты доверяешь, когда ты можешь человеку повернуться спиной и знаешь, что он тебе не предаст. Ничего нового вам не скажу. Это обычные такие человеческие жизненные истории, по принципам которых должен формироваться и должен существовать мужчина как защитник семьи, защитник отечества, как надежное плечо и опора. Вы кандидат наук, написали диссертацию. Зачем? Возвращаясь до моей жизни, до Министерства обороны, у меня был достаточно большой опыт по подготовке зарубежных визитов главы государства на уровне международных форматов. Это различные саммиты, различные бриксы, шоссы, съезды экономические, различные конференции, такие как G8, G20, большие такие площадки экономические, где главы стран все собирались. Я был в составе передовых рабочих групп с коллегами по экономике, по международным отношениям, где мы проходили определенные этапы подготовительные на уровне совещаний, на уровне конференций различных. У меня собралось большое количество материалов, которые, в принципе, почему им пропадать, почему их бы не использовать в научной деятельности. Я поступил в Академию госслужбы и по успешному окончанию Академии госслужбы было мне предложено, мне было интересно написать с моим уважаемым профессором. Я достаточно долгое время написал эту работу, как сейчас помню. Алексей Геннадьевич, с Вашего поздравления продолжим личную тему. Семейный ли Вы человек? Если да, то чем занимается супруга? Где учится сын? Да, семейный. У меня хорошая семья. У меня есть супруга, ее зовут Ольга. Сын Никита, который ходит в пятый класс. В семейных отношениях у меня все нормально, мы счастливы. Живем вместе уже 14 лет, поэтому все нормально. Супруга у меня работает в одном из коммерческих банков, экономистом. В Тулу не собираете привозить семью? Я 99% нахожусь в Туле. Я полностью погружен в работу. Сын мой ходит в математическую школу. Он готовился к поступлению в эту школу на порядок целого года. Это различные олимпиады, различные дополнительные занятия. Я бы не хотел ломать судьбу ребенка из-за своей судьбы. Поэтому мы часто достаточно видимся с своей семьей. Они приезжают несколько раз по возможности. Супруга чаще видимся. Поэтому Тулы, Москва, расстояние небольшое. Поэтому с этим все нормально. Алексей Геннадьевич, мы уже знаем, что вы играете в хоккей, а вообще другими видами спорта вы занимаетесь. И в принципе при таком жестком графике вы как поддерживаете спортивную форму? Лена, вы правильно сказали, что вы знаете, что я играю в хоккей. И сейчас уже я не могу сказать, что я играю в хоккей. Из-за этого жесткого графика. Если это получается раз в неделю, то я счастлив. Но кроме хоккея я еще достаточно неплохо катаюсь на горных лыжах. Но нужно для этого тоже время и определенный сезон. Я с удовольствием посещал спортивный зал. Но график действительно сейчас на сегодняшний момент очень жесткий. Я думаю, я переработаюсь. Буду находить почаще времени для того, чтобы уделять занятиям спорта. Алексей Геннадьевич, мы часто вас видим на трибунах, на каждой игре Тульского арсенала футбольного клуба. Неужели футбол тоже стал спортивной любовью? Вы знаете, я к футболу, как к хоккею, как к другим видам спорта отношусь одинаково. Это достаточно зрелищные, достаточно популярные виды спорта. То, что касается Тульского арсенала, это бренд, это изюминка города Тулы и Тульской области. Я просто знаю, что многотысячную армию, даже миллионную армию болельщиков Тульского арсенала, в которых действительно команда находится в непростом положении финансовом. Будем ее поддерживать. Сейчас все молимся и надеемся на выход ее на дальнейшую, высшую ступень. Это премьер-лига. Но команду не бросим. Будем с командой. Вы сказали, 99,9% времени вы проводите в Туле. Значит ли, что Тула стала вашим новым домом и собираетесь ли здесь прописаться? Ну, Тула стала моим домом. Она стала намного больше, чем мой дом. Она стала моим всем. Что касается прописки, я считаю, как ты даешься работе, как ты себя позиционируешь, какие твои результаты, и эти результаты видят люди, это важнее, чем прописка. Ну, если отвечать на ваш вопрос поставлено, то да, планирую. Мы беседовали с временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области Алексеем Дюмином. Алексей Геннадьевич, спасибо за интересный и насыщенный диалог. Но вопросов и тем для разговора еще много. А когда встретимся в телеэфире еще раз. Спасибо вам за интересные вопросы. Давайте подумаем вместе. Попробуем через месяц. После того, как мы вернемся с экономического Питерского форума, я хочу, пользуясь случаем, пожелать всем удачи жителям Тульской области. Будем работать. Ну, тогда до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова